КОНФЕРЕНЦИЯ 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 46% респондентов ответило, что они доверяют той информации, которую ищут. Помимо статей по статистике заболеваемости и регуляторным мерам принимаемого государства, огромное количество информации появилось в открытом доступе по разработке препаратов, клиническим исследованиям, разработке вакцин. И в русскоязычной части интернета наши СМИ, конечно, редко ссылались на научные статьи, приводили их переводы, но в англоязычной части эти статьи стали доступны для всех. Казалось бы, что сейчас все должны начать разбираться в клинических исследованиях, и у нас должно появиться большое количество желающих, пациентов и добровольцев. Но на самом деле всё это внесло большую путаницу. ВОЗ и многие государства пытались контролировать эти процессы в социальных сетях, но, конечно, то количество информации, которое появлялось, было уже не остановить. При этом есть и положительные тенденции. По данным опроса нашего ВЦИОМа, который проводил в середине марта, в два с половиной раза выросло доверие россиян к врачам и к нашему здравоохранению. Кризис подстёгивает развитие и внедрение новых технологий, и те прогнозы, которые делались на 2030 год для клинических исследований, можно сказать, что сбылись уже сейчас. Конечно, не всё так радужно. Многие исследования были приостановлены, разработки инновационных терапий отложены, потому что все средства, в том числе финансовые, были направлены на борьбу с COVID. Массачусетский технологический институт ежегодно делает такой рейтинг инновационных технологий, которые повлияют на нашу жизнь. В 2020 году они прогнозировали, что это будет гиперперсонализированная медицина, антивозрастные препараты, искусственный интеллект, который будет искать новые молекулы. Но COVID, конечно, смешал все карты. И сейчас, если говорить о клинических исследованиях, то на первый план вышли бесконтактные технологии мониторинга пациентов, о которых мы практически не слышали в прошлом году. Это звуковой анализ кашля, радар для отслеживания дыхания, частоты сердечных сокращений. Это видеомониторинг психического напряжения с нейросетью, который распознаёт гнев и беспокойство человека. И, конечно же, в России значимым событием в апреле стало то, что Росздравнадзор зарегистрировал первый медицинский искусственный интеллект, который является системой поддержки принятия врачебных решений и занимается анализом медицинских карт. Во всей этой какофонии информации о коронавирусе свои позиции закрепили сайты-агрегаторы информации. Почему они, в принципе, вышли на первый план в последнее время? Уже около двух лет поисковые системы изменили алгоритмы выдачи и вывели эти сайты на первые позиции из-за того, что у них большое количество контента и накопленный контент качественный. Также в офлайне стали популярны сервисы единого окна, и пользователи захотели аналогичные в онлайне. И изменилось поведение пользователей в социальных сетях. Если раньше эксперты по интернет-маркетингу говорили о том, что в скором времени компании смогут отказаться в принципе от своих сайтов, потому что есть социальные сети, там есть все инструменты для того, чтобы донести до аудитории всю необходимую информацию. То есть сейчас социальные сети используются для информационной войны, и пользователям намного интереснее читать скандалы, интриги и расследования в комментариях. Поэтому компании из различных отраслей, в том числе из фарма, начали обращать свое внимание на сайты агрегатора информации, размещаться там, продвигаться и повышать осведомленность аудитории. Таким образом, потому что эти сайты легко ищутся. Хорошим примером подобных сайтов, которые были разработаны за последнее время, конечно же, можно привести реестры по ковид, и в отличие от clinical trials.gov, который приведен в этой таблице для сравнения, у них было много дополнительной информации, научной публикации, новости, 3D-модели, инфографика. Их цитировали СМИ, на них ссылались, пользователи рассмотрели на них статистику и отслеживали происходящее во время карантина. Соответственно, мы, конечно, на своей платформе тоже отреагировали на запросы пользователей и добавили новые разделы и новый функционал. В первую очередь, это и реестр препаратов-кандидатов для лечения профилактики ковид с информацией не только о клинических исследованиях, которые проходят в России, но и международных со ссылками на научные публикации. Это дополнительные поля к информации о клинических исследованиях. То, что запрашивают у нас в основном пациенты-забровольцы, это критерии набора, препараты сравнения. У нас появились информационные страницы. Например, по препарату Авифавир мы сделали информацию в виде вопросов и ответов. Успешно провели удалённое обучение и тестирование более 150 исследователей, поднадлежащие клинической практике через платформу и добавили ещё несколько пунктов функционала в личные кабинеты спонсоров и исследователей. В прошлом году мы запустили службу поддержки участников клинических исследований с телефоном 8800. И во время карантина активность пользователей не утихала. Нам звонили, писали, задавали вопросы. Я хочу поделиться с вами самыми неожиданными и интересными, которые приходили, чтобы вы поняли, какой круг интересов у наших пациентов и добровольцев есть. Когда появились первые статьи о разработке и тестировании вакцин, нам стали звонить добровольцы старше 40 лет, желающие принять участие, со словами, что лучше на нас, чем на молодых. Также, конечно, в связи с тем, что определенный процент людей потеряли работу, появились добровольцы, в принципе, от 35 до 45 лет, которые хотят заработать, в том числе на клинических исследованиях. Пациенты, столкнувшиеся с тем, что они не могут найти свои препараты в аптеках, пациенты с хроническими заболеваниями, обращались к нам с вопросом об альтернативных программах, куда они могут обратиться, как им найти производителя. Когда стали появляться статьи о тестах на COVID, нам поступали запросы, где их можно найти, как пройти и так далее. И, конечно же, постоянно остались запросы от участников клинических исследований, которые хотели узнать больше информации о препарате, а также спрашивали, где можно будет посмотреть результаты исследований, в котором они участвовали. Конечно, сейчас все пациенты, добровольцы, ориентированные на свою безопасность. Они забудутся, думают о том, чтобы, несмотря на то, что коронавирус уходит на нет, как бы не заразиться. Те, кто продолжал исследование и начали использовать мессенджеры и видеосвязь, им это понравилось, они готовы и дальше экономить свое время и уменьшать количество визитов. И что особенно хотелось бы еще раз отметить, это доступ к большей информации. То есть пациенты хотят знать, что за препарат, где они у него можно посмотреть, хотят знать результаты исследований, промежуточные исследования. И эта информация, к которой, раз они обращаются, то они не получают от исследователей в той степени, которая бы их удовлетворяла, дает им не только уверенность, сопричастность, но и мотивацию соблюдать режим, соблюдать визиты. На сайте мы запустили отзывы от пациентов и добровольцев. Они пишут, понравилось им или нет участок в клинических исследованиях, что они думают о центре, готовы ли они порекомендовать другим участие. Очень интересно и полезно будет для всех. Какие же есть сейчас возможности на платформе для исследователей и спонсоров? Как я уже говорила, мы добавили дополнительные поля в информацию о клинических исследованиях. И если это для исследователей адрес-центра, контакты, также можно, например, оставить сообщение, которое будет уходить на почту добровольцам, пациентам, дать ей время скрининга, то для спонсоров это критерии набора, конечные точки, препарат, то, что есть на клиниках Утралс Гав, но нет на русском и не хватает нашим потенциальным участникам клинических исследований. Также у нас появились персональные страницы для центров и компаний, где можно не только разместить информацию, но и загрузить дополнительные материалы, лицензии, презентации. И мы продолжаем развивать, конечно же, наш основной функционал — это поиск для спонсоров, это подбор центров, дорабатываем фильтры, делаем удобные выгрузки. И в конце еще раз хотелось бы подчеркнуть преимущества сайтов-агрегаторов, информации, почему именно у нас на платформе CleanLine выросла посещаемость во время карантина и сохранялась активность пациентов и добровольцев. Это быстрый поиск через Google и Яндекс. Это не только общие запросы по своему клиническим исследованиям, но и низкочастотные запросы с фио-исследователей названием препарата. Это охват различных групп пользователей и участников, и пациентов-добровольцев, и исследователей, и спонсоров. Это наличие информации всей в одной месте, и мы продолжаем расширять количество этой информации, основываясь на тех запросах, которые нам приходят. И, конечно же, мы всегда с удовольствием обсуждаем различные варианты сотрудничества и готовы дорабатывать наш функционал под нужды заказчика. Спасибо за внимание. Мои контакты пишите. С удовольствием расскажу вам поподробнее о нашей платформе. Продолжение следует...